Миассы проникнутся духом Олимпиады. Трем нашим спортсменам выпала великая честь пронести факел всемирных соревнований. Один из факелоносцев, один из самых известных людей в Миассе Сергей Полев не скрывает радости. Нести олимпийский огонь доверяют не каждому. Еще весной, когда в управлении спорта подали заявку, сам Полев человек очень скромный. Многие сомневались, что житель столь маленького города заинтересует тех, кто отбирает факелоносцев. Но, видимо, в жюри учли огромный опыт легкоатлета. За плечами спортсмена 36 лет тренерской и руководящей работы. За время своей тренерской деятельности Полев воспитал четырех мастеров спорта и 14 победителей и призеров различных Олимпиад. Вместе с ним из Миасса поедут 15-летняя Саша Симонова, завоевавшая серебро на всероссийском турнире, и ветеран спорта Александр Мрясов. Я рад за всех, но, в принципе, есть определенная договоренность, что управление спорта заказывает автобус, берем группу поддержки. В общем-то, хотим поднять настроение у всех, почувствовать, что такое Олимпийские игры. Тем более, сейчас мы смотрим, как идет уже эстафета в центральной части. В общем-то, здорово везде организовано, какие-то кадры показывают. Я думаю, что в Челябинске также будет все здорово. 72-летний Александр Мрясов также всю жизнь занимался бегом. Пронимал участие в 78 крупных соревнованиях России и Европы. Мрясов входит в состав ветеранской сборной России по легкой атлетике и в свои годы даст фору многим молодым парням. Серебро на всероссийских соревнованиях, а теперь и право нести Олимпийский огонь – все это результат многолетних тренировок, считает он. Вот одна поездка у меня самая лучшая в Швейцарии – это в 92-м году. Мы там на чемпионат Европы был по многоборье. Там я завоевал серебряную медаль. Уж такие, самые-самые крупные. Эстафета Олимпийского огня пройдет на территории Челябинской области с 16 по 18 декабря.